Мы уже рассказывали об отчете, с которым губернатор Игорь Руденя выступил в законодательном собрании. Вместе с парламентариями главу региона слушали и представители самых разных структур и ведомств, а также журналисты. Среди них была и Валерия Фомина, которая расскажет все подробности с этого мероприятия. Отчет главы региона длился больше часа. Внимание было уделено вопросам каждой сферы жизни. Здравоохранению, образованию, развитию туризма, сельского хозяйства, городской дорожной инфраструктур, газификации и многому другому. Одним из главных достижений стало укрепление областного бюджета. В прошлом году доходы составили 105 миллиардов 455 миллионов рублей и увеличились по сравнению с прошлым годом на 14%. Очень важно, что сегодня мы видим рост налоговых поступлений от бизнеса. Причем это поступление не просто цифры от прибыли компании, а цифры очень важны от НДФЛ. Это означает, что зарплата на предприятиях растет. Второе, что можно сказать, это индекс объемов производства. У нас более 550 миллиардов месяцев оборотов ВРП. Мы видим, какие отрасли у нас показали очень хороший результат. Это машиностроение, все ключевые отрасли, где традиционно сейчас идет импортозамещение. Кроме того, в кратчайшие сроки произошла реорганизация международных предприятий, перешедших в юрисдикцию Российской Федерации. Несмотря на то, что временно производства были остановлены, предприятия смогли быстро наверстать упущенное. В том числе, благодаря региональному пакету мер поддержки. Так, за прошедший год и пять месяцев 2023 года сумма выплат превысила полтора миллиарда рублей. Ее получили порядка 250 предприятий. Также во время доклада глава региона подчеркнул, что в развитии производственного кластера региона немаловажную роль сыграли ремонт и строительство дорог. Когда есть рост экономики в стройке, в ремонтах дорог, наши граждане, которые имеют рабочие места по месту жительства, и более того, сегодня у нас уже возник дефицит рабочей силы, который сейчас будем наполнять нашей тверской молодежью. Мы считаем, что в каком-то смысле эти санкции для нас оказались полезными. Для того, чтобы сделать такую техническую, технологическую модернизацию и более укрепиться в своих производственных планах. Также в прошедшем году в Тверской области отмечен рост развития агропромышленного комплекса. Глава региона также отметил и большое внимание, и поддержку со стороны президента и правительства страны. Особое внимание было уделено и поддержке многодетных семей. На сегодняшний день их в регионе более 14 тысяч. Кстати, их количество выросло почти вдвое за последние годы. Для этой категории граждан предусмотрен региональный материнский капитал, субсидии на покупку жилья и автомобиля, бесплатная школьная форма и ряд других мер. В прошлом году не меньше внимания было уделено и семьям тех, кто несет свою службу в зоне СВО. Сейчас в регионе работает фонд «Защитники Отечества», который занимается рядом вопросом поддержки участников специальной военной операции и их семей. У нас уже пять героев России, и это накладывает в том числе и большие социальные обязательства. Важно, что открылся фонд, начал работать у нас с 1 июня в поддержке семей участников специальной военной операции. Поэтому работа в духе времени проходит и по экономике, и по гуманитарному направлению. Работу правительства высоко оценили и областные парламентарии. Не обошлось без дополнительных вопросов. Касались они в большинстве своем социальной сферы, здравоохранения в том числе. К слову, в регионе были приведены в порядок и оснащены необходимой техникой ряд больниц и поликлиник. Кроме них в регионе появились новые детские сады и школы. Капитально отремонтированы прежние здания. Это большая трудоемкая работа, отметил глава регионального парламента. Очень подробный доклад по многим направлениям. Не сомневались в том, что он скрупулезно подготовлен. Постоянным взаимодействием с правительством проходят изменения в бюджете. Принимаются законы, которые требуют комментариев с точки зрения экономического развития региона. Результатами взаимодействия парламентарии остались удовлетворены. Также было отмечено, что развитие региональной экономики, безусловно, способствовало развитие инфраструктуры. Конечно же, приведение в порядок и строительство новых дорог. Так, с 2016 года объем таких работ в Верхневолжье вырос в четыре раза. Кроме того, идет возведение западного моста строительства трассы М-11. Развивалась и транспортная система. Синие автобусы пришли в Конаковский район. За 2022 год транспортом в Верхневолжье перевезено на 20% больше пассажиров, чем в 2021 году. Эти темы также заняли особое место в докладе главы региона, отметил депутат Госдумы Владимир Васильев, также присутствовавший на отчете. Работы также предстоит немало, в том числе работа над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Ведь поток туристов растет. За последние шесть лет он вырос почти вдвое. Регион посетило в прошлом году более 2,5 миллионов человек. Опять же, благодаря развитию инфраструктуры. Интересен регион стал и речным туристом. В Тверскую область было сделано в том году почти 400 судозаходов. Сыграло в этом свою роль и открытие речного порта в Завидово. Еще один важный проект, которому не один год и уже точно можно оценить результаты реализации, это газификация. Завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 15 муниципалитетах. Также высоко была оценена программа дегазификации, которая помогла присоединить к газопроводу более 8 тысяч домовладений. Работа будет продолжена. До 2026 года голубое топливо придет еще в несколько районов.